Глава 7 подзаголовок 3. Давид против Голиафа. Американцы, которые посещают Израиль, часто удивляются крошечным размерам страны. Марк Швейн, который был одним из первых посетителей прошлого века, писал в то время, что штат Миссури можно разделить на три Палестины и все равно останется достаточно места для части четвертой, возможно, даже для всей страны. Только во время войны в Персидском заливе на телеэкранах появились карты Ирака и вся территория, на которой Израиль выглядел действительно маленьким по размерам, что у многих зрителей вызвало удивление. Но даже этого было недостаточно, чтобы внушить общественному мнению на Западе крошечные размеры Израиля по сравнению с арабским миром. Территория арабских государств намного больше, чем территория всех Соединенных Штатов. Израиль в границах 1967 года меньше штата Мэриленд, а территория Иудеи и Самарии не превышает четверти территории этого небольшого штата в США. Другими словами, если вы уподобите арабский мир футбольному полю, вы легко поместите Израиль внутри одних из ворот. Население Израиля составляет 5 миллионов человек, что меньше, чем население Большого Лос-Анджелеса по сравнению со 150 миллионами арабов. Вдобавок к этому, невероятные нефтяные прибыли арабов позволяют им вкладывать огромный капитал в закупку огромных арсеналов современного оружия. Размер армии обороны Израиля составляет лишь примерно одну шестую от размера всех армий, развернутых вдоль границ Израиля, и одну седьмую всех армий стран арабского мира. За всю историю войн не было такого яркого примера «Давид против Голиафа». С момента своего создания Израиль был вынужден противостоять на Восточном фронте врагам, способным за короткое время задействовать тысячи танков, самолетов, артиллерийских систем, ракет и миллионы людей, подобно тому, как Восточный фронт в Европе сталкивается с альянсом НАТО. Но по сравнению с 1600 километрами, разделяющими линии Варшавского договора и Атлантический океан, ширина Израиля от Иордана до моря не превышает 65 километров. И, как будто эта ситуация недостаточно серьезна, различные страны предъявляют Израилю бесчисленные требования сократить это расстояние до 15 километров. К этим требованиям также присоединяются израильтяне, потерявшие всякий контакт с реальностью. Если Израиль согласится на эти условия, он не протянет долго. Эти расстояния мне знакомы. В Цахале принято говорить, что солдат учится познавать страну через ноги, о чем свидетельствуют бесчисленные мозоли. Во время службы в армии мы совершали пешие походы от моря до моря за один день. В пять утра мы покидали пляж Близногории, а к пяти вечера уже купались в Кенерете. За 12 часов человек мог пересечь страну пешком с запада на восток в ее нынешней ширине. При прежней ширине до 67-го года было достаточно короткой пробежки. И это именно то, что мы сделали, когда я поступил в армию. База, на которой я проходил стажировку, находилась напротив Туль-Карема, недалеко от зеленой линии. Чуть больше часа мы бежали от базы до пляжа Нитании. Как может человек, живущий в Америке, Великобритании или Франции, понять, насколько уязвима такая крошечная страна? Полет обычного пассажирского самолета из Монреаля до Майами через узкое в кавычках пространство Соединенных Штатов длится три часа. С другой стороны, такой же самолет преодолевает расстояние от береговой линии Тель-Авива до аэропорта в Лоде, расположенном недалеко от зеленой линии в кавычках, за две минуты. Если бы он продолжил движение на восток, он бы вошел в воздушное пространство Иордании в течение пяти минут. Другими словами, по сравнению с трехчасовым перелетом через Америку в самой узкой части, на такой же полет в Израиле требуется всего несколько минут. Истребитель преодолеет это расстояние менее чем за две минуты. Защита такой крошечной территории от сил размером почти что с силы НАТО – очень сложная задача. Однажды мне пришлось объяснять, как раз в самом центре Африки, насколько сложна эта защита. Я работал тогда заместителем министра иностранных дел, и один из африканских президентов пригласил меня с частным визитом. Тепло поприветствовав меня, он объяснил мне, что он не враг Израиля, но, как друга палестинцев, в кавычках, его очень заинтриговал вопрос, почему мы не отдаем им западный берег и баста. Я взял салфетку и нарисовал на ней карту Израиля, отметив районы Иудеи, Самарии и Газы и соответствующие расстояния. Я также прикинул силы, развернутые против Израиля на востоке. Господин президент, – сказал я, – почему вы не учитываете минимальные пределы, которые, как мы понимаем, нам необходимы для обороны? Президент сказал, что он потрясен. Фактически, объединенная группа начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов нарисовала именно такую карту. 29 июня 1967 года, через 18 дней после шестидневной войны, тогдашний министр обороны США Роберт Макнамора обратился к Объединенному комитету начальников штабов США и попросил их представить позиционный документ с подробным описанием минимальной площади, необходимой Израилю для самообороны. «Без учета политических факторов», – сказал он. Пентагон нарисовал карту, основанную на чисто военных соображениях, прежде чем более поздние «политические соображения» заслонили собой простые военные факты. В отчете, прилагаемом к этой карте, Пентагон рекомендовал Израилю сохранить четыре пятых территории Иудеи Самарии и сектора Газа, а также все голландские высоты. По мнению американских экспертов, единственной территорией, которую Израиль мог себе позволить не аннексировать, был восточный склон гор Самарии. Это было, как сказано выше, мнением объективных и аполитичных специалистов по военному планированию из Министерства обороны США, а не «правых генералов» в кавычках. Спустя 21 год, в 1988 году, 100 американских генералов и адмиралов в отставке подписали петицию к администрации Соединенных Штатов, в которой утверждалось, что заключение Пентагона 1967 года «сегодня даже более убедительно, чем было тогда». Без территорий в кавычках карликовый Израиль будет беспрецедентно заманчивой мишенью для арабских авантюр и терроризма и в конечном итоге для тотального военного нападения, которое может положить конец существованию Израиля. Если Израиль откажется от западного берега, он фактически останется без предупреждения о нападении, все его население окажется под угрозой артиллерийского обстрела. В течение нескольких часов прибрежная равнина к северу от Тель-Авива может быть осаждена захватчиками. Возможность быстрого набора резервистов может быть легко нарушена, возможно, даже таким способом, который не имеет решения. Конец цитаты. В 1991 году Израиль посетил генерал-лейтенант Томас Келли, начальник оперативного отдела начальников штабов, участвовавших в войне в Персидском заливе, и в ноябре того же года сослался на мнение генералов. Невозможно защитить Иерусалим, если вы не удерживаете доминирующую территорию. Я смотрю на западный берег и думаю про себя. Если бы я был начальником штаба Цахала, я бы не смог защитить эту страну без этой территории. Я не разбираюсь в политике, но если вы просите меня защитить эту землю, и если вы хотите, чтобы я защищал Иерусалим, я должен удерживать эту территорию. Конец цитаты.